В минувшие выходные состоялись выборы депутатов в Государственную Думу. После секретарь регионального отделения Единой России губернатор Сергей Носов обратился к колымчанам и поблагодарил их за участие в выборах. Он подчеркнул, что активная позиция и неравнодушный подход граждан – это залог развития и процветания Магаданской области. Уважаемые колымчане, избиратели, благодарю вас за участие в выборах депутатов Государственной Думы. Ваша активная позиция и неравнодушный подход – залог развития и процветания Магаданской области. Вы оказали высокое доверие партии «Единая Россия» и ее кандидату Антону Александровичу Басанскому. И это доверие предстоит еще оправдать. Особые слова благодарности говорю работникам избирательных комиссий, которые на протяжении трех суток обеспечивали работу на участках, создавали все условия для максимально безопасного и честного голосования. Наравне с вами работали общественные наблюдатели, благодаря которым выборы прошли открыто, прозрачно, без нарушений. Дорогие друзья, впереди много созидательной работы. Только вместе мы сможем эффективно реализовать все намеченные планы и проекты. 24 сентября в Магадане пройдет Всероссийский экологический субботник «Зеленая Россия» и эколого-патриотический проект «Лес Победы». Организаторы сообщили, что основная цель проведения таких мероприятий – привлечь горожан к решению проблем в состоянии окружающей среды, а также убрать мусор, улучшив экологическое благополучие города. Организаторы приглашают участвовать в субботнике учреждения и иные хозяйственные субъекты. На данный момент 10 организаций подтвердили свое участие. Некоторые из них досрочно убрали территорию в сквере Болдырево и на зоне отдыха Горняк, где качели. Также для всех участников будет выделен инвентарь и другие необходимые материалы для проведения субботника. В рамках проводимой акции, которая состоится 24 сентября, мы готовы организовать выдачу мешков, перчаток, то есть необходимых для уборки. Получить их можно будет в управлении административно-технического контроля в кабинете номер 6. То есть можно подойти, указать, где вы хотите провести уборку и получить все необходимое. Это можно будет сделать с 9 утра до 13.00 и с 14 до 17.30. В Магадане сотрудниками следственного комитета возбуждено уголовное дело по факту гибели работника строительной компании в районе поселка Палатка. По данному уголовному делу проводятся следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления. Сбор и закрепление доказательств. Расследование продолжается. Следственными органами СУСК России по Магаданской области возбуждено уголовное дело в отношении 53-летнего колымчанина, который подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 109 Уголовного кодекса Российской Федерации, причинение смерти по неосторожности. По версии следствия, в июле текущего года работники строительной компании «Строидор» выполняли ремонтные работы на автодороге Палатка-Кулу-Нексикан вблизи поселка Палатка. Во время производства работ водитель погрузчика, выполняя просьбу об оказании технической помощи, подтолкнул ковшом неисправный автомобиль ЗИЛ, который совершил наезд на водителя грузовика. От полученных травм 54-летний мужчина скончался в этот же день в районной больнице. «Россия – священная наша держава! Россия – любимая наша страна!» 18 сентября прошло открытие нового учебного года в детско-юношеском центре «Подвиг». Он открыл свои двери для курсантов в 1978 году. За время существования центра его школу прошло более 7 тысяч человек. Сейчас в «Подвиге» занимается около 140 ребят от 8 до 27 лет. Поздравить молодых курсантов с началом учебного года пришел мэр города Юрий Гришан. У вас начинается новый учебный год. Для кого-то он будет первым, для кого-то вторым, третьим, а для кого-то уже и выпускным учебным годом в клубе «Подвиг». Я знаю, что вы достойно представляли центра «Подвиг» на сборах. И мне пришло благодарственное письмо от командующего округа за то, что вы действительно достигли цели, с которыми мы вас туда отправляли. Учились военному делу настоящим образом. И сейчас, во время учебного года, вам предстоит продвинуться дальше. И на следующий год, как и все предыдущие годы, лучшие из вас поедут на сборы закреплять полученные теоретические знания на практике. Желаю вам всего самого хорошего. Почему же начало учебного года в «Подвиге» не 1 сентября, как во многих образовательных учреждениях? Дело в том, что в конце лета родители приносят заявление на зачисление ребенка в центр. И в первой половине сентября идет формирование групп. Поэтому начало учебного года всегда приходится на разную дату. Кроме этого, «Подвиг» не перестает работать и в летнее время. В летний период «Центр Подвиг» работает по отдельной программе «Спорт – это жизнь». И также параллельно по возможности мы проводим выездные военные сборы. Магаданцев приглашают принять участие во всероссийском конкурсе фотографий «Мир глазами биолога». Почти каждый желающий сможет подать свои фотоработы на участие. Однако профессиональные фотографы не входят в их число. Все фотографии, представленные на конкурс, должны давать представление об особенностях биологических объектов и их окружений, биологических процессов и отображению изучения этих процессов. Особое значение при оценке фотоснимка будет иметь научная новизна. Всего пять номинаций. Первая – это животные. Особенно приветствуются яркие и динамичные кадры, отражающие различные формы взаимодействия между живыми организмами. Вторая категория – это растения, то есть отражение красоты растений, грибов или шайников. Также приветствуются оригинальные кадры, отображающие объекты в необычном ракурсе. Третья номинация – микромир. Фотографии биологических объектов и процессов, едва различимых глазом, сделанные в масштабе более чем один к одному. В этой номинации приоритетом является научность. Фотоснимки могут быть выполнены при помощи специальных макрообъективов с дополнительным оборудованием для съемки макро- или оптических и электронно-сканирующих микроскопов. И последняя номинация – это природа и человек. Сюда входят фотографии, которые показывают взаимодействие дикой природы и человека. Конкурс проводится с целью популяризации изучения биологии, призван возродить интерес к научному эксперименту и эстетической стороне науки о жизни. Все работы принимаются до 1 ноября 2021 года. Международный конкурс ледяных скульптур «Магаданский хрусталь» пройдет в Магадане с 1 ноября по 22 декабря. Его цель – это продвижение и совершенствование ледяного искусства. Участниками конкурса могут стать не только магаданцы, но и представители других регионов и стран. Также попробовать себя могут и дети, и люди старше 18 лет, потому что мероприятие проведут в двух номинациях – «Юный скульптор» и «Мастер». Тематика конкурса уже известна и озвучена организаторами – это «Северный сувенир». Для создания скульптур мастерам можно использовать только воду, речной или океанический лед. Заявки на конкурс принимаются до 1 ноября 2021 года. Телефон для справок 64 83 56. В целях развития и популяризации добровольческого движения в областном центре Управления по делам молодежи и связям с общественностью мэрии города Магадана объявляет о старте конкурса «Доброволь из года». Он проводится в целях развития и распространения волонтерской деятельности в Магадане. Основными задачами проведения конкурса являются выявление и поддержка наиболее активных добровольцев среди молодежи и улучшение их личностных качеств. Прием заявок продолжается до 15 ноября по адресу улица Горького, 16, кабинет 415. Затем 16 по 24 ноября пройдет заседание жюри, где они будут оценивать стаж, эффективность, системность и разнообразие выполняемых функций добровольческой деятельности, а также ее социальную значимость. Из 25 ноября по 5 декабря пройдет заключительный этап – подготовка и проведение церемонии награждения. К участию принимаются молодые люди от 14 до 35 лет, добровольческие отряды и руководители любых волонтерских объединений, действующих на территории Магадана. Также за справочной информацией можно обратиться по телефону 200-733.